Почему они это говорят? Только там есть две разных причины. Одна причина, так говорить, у лиц еврейской национальности, которые сравнивают израильскую операцию в Газе с Холокостом. И другая причина у лиц не еврейской национальности. Давай начнем с лиц не еврейской национальности. На самом деле антисемитизм как таковой очень долгое время был под некоторым моральным запретом. Он был как бы спрятан под шукно. Публично быть антисемитом было не комелько. Хотя сам антисемитизм, он никуда не делся. Он остался как бы на повестке дня в мозжечке, в подсознании целого поколения. Он не может просто взять и исчезнуть. Потому что сегодня проявления антисемитизма, вчера проявления антисемитизма были осуждаемы. А ой как хотелось выразить то, что на душе накипело по отношению к этим евреям. И вдруг появился замечательный повод показать, что нет, мы не антисемиты. И мы в принципе евреев-то любим, но только хороших евреев, а не тех евреев, которые в Израиле. И поэтому автоматически как бы закрываются глаза. И возникает такое понятие, которое называется у психологов селекторный слух, когда слышишь и селекторное зрение. Когда слышишь и видишь только то, что хочешь видеть и хочешь слышать. То, что укладывается в твое как бы желание выразить свою антисемитическую сущность. То есть у тебя как бы находится оправдание. Если раньше это было нехорошо и не пометло, сегодня это есть определенное оправдание. Оказывается, я же был прав, что я не любил евреев. Вот как они себя ведут. Вот что они себе позволяют. Они фактически повторяют то, что делали фашисты. У них с еврейской национальности, которые повторяют эту басню о том, что Израиль повторяет подвиги в кавычках фашистов во время Холокоста. Это просто доведено до крайней степени стокгольмский синдром. Желание показать одно, что хотя я и еврей, я хороший еврей, я свой еврей, я наш, я буржуинский. Как Мальчиш Плафиш говорил. Вот я не тот еврей, который там в Газе бедных палестинцев убивает, а я тот еврей, который в нашей свободной, демократической, хорошей стране поддерживает несчастных палестинцев, которые страдают ни за что, ни за что. Я думаю, что у многих из этих евреев, которые хотят как бы быть как Мальчиш Плафиш на стороне буржуинства, как бы стать хорошими евреями в кавычках, у многих из них есть израильский паспорт в Крамане, у многих из них есть родственники в Израиле. Даже это их не останавливает, понимаете. Потому что желание как бы очиститься от той якобы негативной, от той тени, которую отбрасывает на них как бы принадлежность к еврейскому народу сегодня. Оно пересиливает всё. Я хотел бы сказать, если бы Паша хотел бы поговорить с таким человеком и объяснить ему что-нибудь, я бы хотел встретиться с таким человеком и сказать ему, дорогой, когда по улицам европейских городов пойдут погромщики и будут убивать и резать всех без разбору, чему ты собственно своим поведением способствуешь, то они не будут разбирать, кто был хороший еврей и кто был плохой еврей. Кстати, события 7 октября нам показали, да, что 7 октября погибли и были захвачены в заложники и те хорошие евреи в самом Израиле, хорошие в кавычках, которые всю жизнь ратовали за мирное существование с палестинцами, которые были как бы лидерами этого пропалестинского движения среди израилитаров. Так вот, к тебе придут погромщики и не будут тебя спрашивать, а покажи нам, где ты был после 7 октября в газе с автоматом или на улицах Парижа с плакатом. И они не дадут тебе возможности побежать и привезти и показать фотографии, что ты был как бы на демонстрации. И не дадут тебе возможности привезти плакат, с которым ты ходил на демонстрацию в поддержку свободной Палестины от реки до моря. К этому моменту ты уже получишь по своей морде, потому что, как известно, бьет не по паспорту. Ну я думаю, Саша, что они тебе не поверят, но вот сейчас мы попробуем разобраться в этом вопросе тоже, в этой проблеме.